Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук. Сегодня хотел бы я с вами поговорить об очень таком интересном финансовом инструменте, как банковская карта, которую выпустил Банк Тинькофф для маленьких детей. Вы уже прямо с детства можете приучать ребенка к финансовой грамотности, к финансовой дисциплине. И если вы досмотрите до конца, я вам расскажу об очень таких отрицательных моментах при использовании карты Junior Тинькофф. Вот так выглядит карта. Прежде всего, для того, чтобы его запустить, нужно установить, если вы родитель, то вы устанавливаете свое обычное приложение Тинькофф. Если это будет устанавливать ваш ребенок, то там совершенно другое приложение, называется Тинькофф Junior. Вы ему можете установить на телефон именно такое приложение. Что интересного в данном приложении? Здесь есть счет, который присваивается вашему ребенку, и, соответственно, вы можете его пополнять и тем самым также контролировать за всеми расходами, которые он производит. Какие здесь есть вообще плюшки? Прежде всего, видно траты, даты, когда что производилось, кто переводил, куда переводил, куда потратил. И вот здесь вы можете увидеть очень интересную закладку, называется «Задание». Именно вот эти задания меня подкупили, и я посмотрев после того, что есть какие-то определенные задания, что выполняя эти задания, ребенок может зарабатывать деньги. Кто-то скажет, ну как это, ребенку платить за выполнение какой-то работы, а как же его сопричастность к тому, что это все есть семейные ценности. Я вам так скажу, вы же ребенку ходите в магазин покупать какие-то вещи, которые именно он хочет. Зачем он у вас их просит? Просит деньги, точнее, на покупку каких-то вещей. Не лучше ли дать ему возможность прочувствовать и понять тот момент, что для того, чтобы что-то купить, нужно заработать. Вы можете здесь назначать какие-то небольшие работы и присваивать им какие-то денежные знаки. И, соответственно, ребенок будет стремиться выполнять такие работы, потому что он будет понимать, что существуют задания, за которые могут заплатить. Здесь, конечно, есть определенная грань, что не все должно сюда попадать, но какие-то вещи все-таки стоит делать. Особенно если это касается его дальнейшего развития, поэтому обязательно забивайте какие-то задания, доверяйте работу ребенку. Он выполняет какую-то работу, нажимает в уведомление о том, что он выполнил эту работу. И, соответственно, вы видите, что он выполнил, и вам нужно оплатить его работу. Здесь можно просто нажать кнопочку «Добавить новое задание» и, например, выбрать «Сделать уборку». То, как он выполнил уже задание, вы видите, что надо его просто оплатить. Вот таким вот образом вы просто стимулируете ребенка к выполнению каким-то заданием. Плюс он у вас начинает отслеживать вообще какие-то задания, которые вы даете. Вы, кстати, также можете увидеть, что некоторые задания просто не выполнялись. По какой-то причине вы это можете отслеживать. Я точно знаю, что он не очень хочет у меня читать книгу по статистике. Поэтому я вижу, что 16 ноября в 13.55 я дал ему задание, и он его не выполняет. Значит, либо это не очень интересная цена, либо это не то задание, которое, может быть, его сейчас интересует. Тем самым вы знаете, что вы можете увидеть какие-то его интересы, которыми он хочет заниматься. То есть его можно стимулировать и видеть его как личность, которую можно где-то в чем-то раскрыть. И именно вот такой вот инструмент тоже может все-таки помочь. Ну, опять же, если вы на это обращаете внимание. Сейчас я хочу перейти к не очень радужной новости, связанной с использованием данной банковской карты. Так получилось, что ребенок потерял карту, и у него произошло определенное списание денег другими детьми. То есть мне это уже известно, что это было двое ребят, которые ходили в магазин и которые использовали его банковскую карту. Как вообще все это произошло? После того, как мы сели кушать, он ко мне приходит и такой говорит, пап, слушай, а куда вот у меня делись деньги там 386 рублей? Я говорю, слушай, ну я не знаю, давай посмотрим. 19 ноября 14.44 кто-то зашел в Глобус, есть у нас такой магазинчик, и совершил определенную покупку. После того, как мы поняли, что потеряли карту, мы связались с поддержкой тиньков, нам заблокировали карту. Мы договорились с представителем банка, что на следующий день нам привезут совершенно новую карту, в принципе ее и привезли. Но на следующий день так произошло, что дети, которые пользовались данной картой, снова пришли и снова воспользовались уже в другом магазине. Даже знаем, что это именно двое молодых ребят с 7 класса, которые, понимая то, что это не их карта, а то, что это чужие деньги, они ими воспользовались. То есть они не попытались найти человека, кто потерял карту, они воспользовались. О чем это говорит? О том, что у моего сына украли деньги, он это прекрасно понимает. Он сейчас понимает прекрасно о том, что нужно следить за своей банковской картой, что ее нужно прятать, и что нужно охранять и защищать свои финансы. После того, когда я увидел, что последняя попытка транзакции совершалась в овощном магазинчике индивидуального предпринимателя, я решил приехать в этот магазинчик и, соответственно, спросить, кто пытался совершить транзакцию 1456. У данного индивидуального предпринимателя оказалось порядка четырех магазинчиков. Ну, в общем, меня здесь в городе немного знают. Я попросил своих знакомых для того, чтобы они помогли мне отыскать все-таки, где происходила транзакция. И мне человек помог. Мы нашли, в каком определенном магазине совершалась вообще транзакция, кто совершал покупку. Соответственно, чтобы не писать в милицию, я попросил по возможности, как только эти дети снова появятся в данном магазинчике, чтобы попросить их связаться для того, чтобы они вернули деньги. А если они не будут возвращать деньги, то, соответственно, напишу заявление в милицию. Хотя, в принципе, это не такая значительная сумма. Но уже сейчас нам показывать таким вот детям пример, что может произойти, если человек все-таки совершает кражу. В данном случае это была кража. Одно дело, когда человек потерял наличные, другое дело, когда человек потерял карту. И вот здесь надо понимать, что за такие проступки может прийти наказание. Что же я все-таки хочу пожелать банку Тюньков. Все-таки он взял ответственность за то, что он выпустил продукт, который рассчитан на детскую аудиторию. Я уже не один раз сталкивался с банками и могу сразу сказать, что каким банком я не буду пользоваться и не буду рекомендовать. Это банк Альфа-банк. У меня тоже был случай, когда одно дело сказал менеджер, когда я оформлял карту. Второе дело, что произошло в реале. У меня карту обчистили, поэтому я не рекомендую, потому что безопасность именно банковских карт Альфа мне не обеспечивает. Потери у меня составили порядка 79 тысяч. Я писал в полицию заявление, но на этом как бы и все. А банк после того, как меня обчистили, не посчитал нужным, что может быть как-то компенсировать или каким-то образом помочь разобраться в этой ситуации. Либо доработать какой-то алгоритм здесь. Я могу сейчас даже с уверенностью вам сказать, что в принципе все остается на том же месте. Что же касается банка Тиньков. В целом банк мне нравится и я хочу сказать, что банк развивается. Знаете, одно дело, когда это теряют взрослые, и взрослые по крайней мере знают, что делать в данной ситуации. Он может заблокировать ту же карту для того, чтобы не потерять деньги. А если же говорить о ребенке, он просто еще не умеет и не знает. Соответственно, если ребенок еще не умеет, то я бы предложил банку на протяжении первых трех месяцев, чтобы оплата именно с банковской карты совершалась исключительно по вводу ПИН-кода. После того, когда ребенок уже ознакомился с функционалом карты, он уже научился пользоваться, он тогда может воспользоваться НФС платежами. Потерял, например, карту, вот как в нашем случае, деньги у него кто-то уже начал воровать. Поэтому я что хочу сказать. В любом случае, это прекрасный продукт. Этот продукт, который будет, я думаю, что дорабатываться, совершенствоваться, то есть там какие-то будут задания, может быть еще какая-то будет игра, может быть какие-то будут бонусы, может быть подключат финансово-инвестиционный какой-нибудь там кабинет. И мы сможем из наших детей уже сформировать новое поколение, поколение, которое все-таки контролирует и умеет защищать свои финансы. Еще один такой вот момент хочу сказать. После того, когда я рассказал своим знакомым, друзьям о том, что у ребенка есть карта, и вот карту он потерял, и у него украли деньги. На что как бы была некая негативная такая волна, да, зачем ты это дал, то есть это еще очень так рано. Но я лично считаю, что это не рано. Чем быстрее ребенок научится распоряжаться своими деньгами, если он научится раньше, чем другие, понимать и знать, что нужно сделать для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы купить то, что он хочет. Тем самым я сформирую уже вот сейчас вот в задатке определенное поведение, для того, чтобы он в будущем не тратил лишний раз деньги, зная, что ему придется их зарабатывать. То есть он должен уже более серьезно относиться к покупке, и я считаю, что это нужно делать заранее, потому что то образование, которое у нас сейчас есть в школе, оно недостаточно, с учетом того, что есть реальность, а есть какая-то программа учебная, которая никаким образом не отражается в реальности. Поэтому, если есть возможность, то подключите какую-то банковскую карту, любого банка, который вам нравится, и начните пользоваться. Если вам понравилось, то я буду рад, если вы напишите какой-то свой комментарий, как вы воспитываете своего ребенка финансовой грамотности. На этом все. Спасибо большое. До свидания и до новых встреч. Пока.